Всем привет, мои хорошие! Я приехала уже к дочке и, в общем-то, сейчас скормлю Денечку. Доча там что-то снимает, потом она поедет на рынок и за мойкой. А потом сегодня вечером она куда-то уже собирается тоже отдохнуть. Я её отпускаю. Что, Денечка? Сейчас иду-иду. Денька что-то последнее время любит сниматься. Как только он видит, что включена камера, всё, начинает воображать там, что-то там говорит. В общем, выступать начинает уже. Вот. А я смотрю, киска наша тут спит. Сейчас покажу вам. Смешная такая. Я думаю, где она есть? Она вот тут вот спит. Глазки закрыла, деловая колбаса. Ну, в общем, девочки, я не знаю, что я снимать сегодня буду, что я буду делать. У меня, знаете, я еду к дочке, у меня одни планы. И когда приезжаю, всё. Начинаются другие планы, начинается другая вообще тема. И всё. И, в общем, сейчас пока что я там соображу, что покушать, приготовить, что чего. стирку ещё одну запущу. Вчера белая стирала, сегодня надо тёмное бельё постирать. В общем, на хозяйстве я, мои хорошие. Ой, какая красота. И тишина, можно сказать. Машин мало. Потому что воскресенье сегодня. А я уже проснулась. Шесть часов утра. Всем доброе утро, мои хорошие. Ну всё. Теперь уже всё семейство проснулось. Денечка уже там позавтракал, бегает. Дочка пошла что-то снимать видео. А сейчас придёт мой сын с невесткой и с внучкой. И они собираются куда-то поехать. Где-то там гулять, отдыхать. Ну, а я домой. Домой уже хочу. Деня, ты съел молочный ломтик, да? Молодец. Вкусно? Ротик вымазал. Кашку скушал. Молочный ломтик скушал. Умничка. Вот. Мы сейчас ждём. Ждём. Сейчас Настя придёт. Ты соскучился за Настей? Не, Настя. Настя придёт. Дядя Виталик, дядя Наташа придёт. Даша. Ну, садись пока мультики смотри. Сейчас Настя придёт. Будете вместе смотреть мультики. Милка тоже встречает гостей? Да? Намывает гостей. Намывает гостей. Денька, ты такие рожицы смешные, но раскрываешь. Что ты там скривил? Да-да. Да-да. Открывай, Денька. Милу, надо держать, держать. Открывай, открывай. Дверь, открывай. Ручку, ручку открывай. Я уже открыла дверь. Да. Ручку давай, дёргай. Милку держите, чтобы она не вышла. Привет. Привет, привет, привет. Всем привет. Давайте, целоваться, целоваться все вместе. Давайте. Привет. Это З, наверное, подожди. Тут цифр нет. Подожди, а это что? Это Е, а да, это З. А это? К. А это? Н. А это? Это Р. Это, видишь, как оно пишется так. А это? Ч. Это У. У. Вот было Ч. Похоже, но, видишь, у нее заколючка здесь. По одной стороне, а здесь другую. Влево, а тут вправо. А вот это? Так. Чем занимаются в ожидании наших гостей? Учим прописные буквы. Да. И вот. Так. А дочка бегает. Бегает. Скорее, скорее, скорее. Собирается. Где она? Мам, смотри, я взяла в Фаберлик вот такую штуку. Если будешь в Галтере спираться, вот, пожалуйста, сюда засовывай. Я рада, чтобы ты не стал. Хорошо. Давай. Дыня, с кем ты по телефону разговариваешь? Дыня. С кем по телефону разговариваешь? Стоит такой нога за ногу. Алло. Ой, деловая колбаса. Все. Мое семейство в сборе. Где? Ну все, я пошла, мои дорогие. Моя заячка. Ай, мой заячка. Все, мама уходит. Пока-пока. 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 Настюля, давай, пока. Ночек, пока. Все. Пошла я. Держите кошку. Кошка, да. Она уже сидит. Она любит за дверь выскакивать. Ну что, мои хорошие девочки, наконец-то я приехала домой. А дома хорошо. Я пока зашла в магазин. Купила там что-то себе поесть. Иду. На улице такая жара. Иду, думаю, скорее бы в душ. Хочется прям сразу искупаться. Я бегом сразу в душ. Вот. Сейчас уже приняла душ, покушала, кайфую. В общем, все хорошо. Вот ничего не делаю у дочки. Ну, просто вот так ничего не делаю. Мне все равно вот этот шум, гам, беготня. Вся эта суета какая-то. Я очень устаю от этого почему-то. Вот. А сейчас пришла домой. Думаю, надо уже все. Смонтировать видео это. И отдыхать. Ну, я монтировать буду чуть-чуть попозже. Но я сейчас хочу завершить это видео. А завтра уже я начну новое видео. Завтра должен прийти мне мастер, чтобы почистить вентилятор в моем ноутбуке. Вот. И постараюсь что-нибудь поснять, если удастся. Девочки, я немножко отдохнула, набралась сил. И решила сейчас приготовить себе на ужин тушеную капусту. И, наверное, с курочкой. У меня там чуть-чуть курочка еще осталась тушеная. Я туда ее добавлю. Вот. И надо будет это приготовить. Что я хотела вам сказать. Вот это артра. Я артра МСН. Кстати говоря, это оказывается проблема у многих. Я по вашим комментариям поняла, что я не одна с такой проблемой страдаю. Вот. Я принимаю эту артру уже шестой день сегодня. Но я заметила, что вчера. Я вчера уже поймала себя на том, что у меня поясница-то уже не болит. Она меня уже так не беспокоит, как раньше. То есть я такие выводы делаю, что эта артра все-таки начинает действовать быстрее, чем та, которая у меня была обычная артра. Так что, девочки, если кто-то думает брать артру обычную с двумя компонентами или брать МСН с тремя компонентами, вот я хочу сказать, на себе протестировала и могу сказать, что вот эта мне артра больше все-таки нравится. Да, быстрее она избавляет от боли. Вот так. Ну все, сейчас будем капусточку тушить. Девочки, если кто-то не знает, как я делаю капусту, я ее сначала обжариваю на растительном масле с лучком до такого немножко румяного цвета, чтобы она приобрела свой такой, знаете, вкусный запах и вкус. Ну а потом уже можно будет посолить, поперчить, лавроли, скинуть, томатный сок, ну томатную пасту, это ложечку столовую где-то на полстакана воды, вот так, уже можно залить. Сейчас я соль, перец положу и тогда уже можно будет положить туда мясо или колбасу или сосиски, вот чем вы любите. И потушить еще уже с закрытой крышкой, еще минут 5, может быть, на слабом огне. Ну все, моя капусточка готова, садимся пробовать, да. Девочки, что-то я капусту не готовила уже очень давно, я не знаю почему, что-то я про нее как-то подзабыла. А тут что-то соскучилась, хочу ее прямо уже поесть. Вкуснятина какая. Лучше всего еще добавить туда сметану или майонез, будет еще вкуснее и хлебушка. Ну все, девочки, буду кушать я без вас, готовьте сами капусту. Ну все, девочки, я покушала, только прилегла и думаю, что такое, почему-то мне сегодня так тяжело снимать, тяжело что-то говорить и все время в сон клонит. Я не могу понять, в чем дело, а потом вспомнила, думаю, надо вам сказать обязательно. Я прочитала вот недавно, что сейчас идет такая затяжная магнитная буря, она будет длиться до конца июля, ее пик придется на 29 июля. И вот там предупреждают, это я в интернете прочитала, предупреждают, что всем людям зависимым от вот этих вот геомагнитных вот этих вот дел, предупреждают, даже независимых все равно, всех людей предупреждают, чтобы не перетруждались, чтобы высыпались, отдыхали. В общем, никаких таких вот резких движений, там каких-то грандиозных планов, чтобы берегли себя, в общем, здоровье. Поэтому, а я еще думаю, обычно как-то вот все нормально, а тут прям вот сон клонит, прям на глаза давит, думаю, да что ж такое-то, а? Теперь понятно, всему есть оправдание. Ну ладно, значит, надо будет отдыхать побольше. Вот, а я же думаю, надо мне сейчас это видео завершить, как-то с вами попрощаться, потому что мне надо его еще успеть смонтировать до завтрашнего прихода вот этого мастера, потому что он будет возиться с моим ноутбуком, и что там там будет, я не знаю. Дай бог, чтобы все нормально было, но так на всякий случай, я думаю, надо это видео успеть выложить на ютуб. А мои сегодня двинулись куда-то там гулять с детишками. Не, ну правильно, они молодые, энергичные, но правда по такой вот жаре-духоте, я, конечно, уже не в силах выдвигаться, куда-то ходить. Раньше я с ними всегда везде была, я за любую движуху была, двумя руками, но вот последние вот несколько лет уже, уже, знаете, желание как бы есть, а сил, я знаю, нету, но я научилась уже свои силы рассчитывать. Поэтому я сижу дома и никуда не двигаюсь, никому не навязываюсь своим детям, потому что, ну, последние, по крайней мере, мои разы, вот я когда с ними куда-то выдвигалась, я уже так чувствую, где-то часа через два мне очень хочется уже домой, на диван, у койку, короче говоря, и мне уже хочется быстрее смыться, хоть в гости, хоть на природу, неважно куда. Так что я вот уже теперь все, я теперь уже не этот, как его сказать, тусовщик уже плохой. Поэтому они уже без меня, я уже никуда не прошусь, и даже если мне предлагают, я так подумаю-подумаю, хочется и колется, но мамка не велит, и я лучше никуда не пойду, побуду дома. Вот, так что, девочки, берегите свое здоровье. Вот до конца месяца такие вот эти магнитные бури, и, поэтому, кто предупрежден, тот вооружен, правильно, правильно. Вот, ну, а я видео свое хочу закончить. Кому видео мое понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok